В начале этого года я снимал точно такое же видео, в котором я рассказывал о целесообразности покупки той или иной модели айфонов. И тогда я говорил, что мы живем в уникальное время, вышло сразу три новых айфона, и кто бы мог подумать, что в сентябре этого года произойдет то же самое. Ну а поскольку новые айфоны вышли, старые подешевели, давайте снова обсудим, какие айфоны стоит покупать, какие не стоит покупать, какие топ за свои деньги, какие не топ, а какие вообще не стоит смотреть на них ни в каком виде. В общем, погнали! Начинаю, пожалуй, с айфона 11 Pro и Pro Max, просто хочется сказать, если у вас есть деньги на Pro и Pro Max, покупайте Pro либо Pro Max. Просто потому, что это лучший айфон, когда-либо показанный, просто потому, что он последний, он самый дорогой, если у вас просто есть на него деньги, то покупайте. Ой, я что, в капюшоне сижу? Ну и переходим к более бюджетным моделям. Начну я, наверное, с достаточно актуального вопроса. Это что взять? 6s, который у меня сейчас в руках, или же iPhone 7? Сейчас это самые бюджетные айфоны, которые только есть в линейке, которые поддерживают последнюю версию iOS, iOS 13. И я бы, честно говоря, взял 6s по нескольким причинам. Первая причина это то, что у 6s есть 3,5-миллиметровый джек. И мне кажется, если мы обсуждаем бюджетные устройства, то, скорее всего, у пользователей не будет денег на дорогостоящие Bluetooth наушники. И проводные, даже могут быть хорошие бюджетные проводные наушники, они будут как раз кстати. И второе это водонепроницаемость. Если вы покупаете iPhone BU или Refub, пересобранный, восстановленный с AliExpress или откуда-либо еще, водонепроницаемость пропадает. Потому что при любом физическом воздействии на iPhone она у нас спадает. Если вы заменили экран, поменяли батарейку, все, водонепроницаемости на iPhone уже нет. Не вернуть эту вакуумность, прям как с завода, обратно. Поэтому, если вы покупаете 7-ку, у 6S водонепроницаемости нет. Если вы покупаете 7-ку не в магазине, то водонепроницаемости у вас уже не будет. Да и вообще, там IP67. IP67, ну, такая водонепроницаемость... Блин, влагозащита не шибко сильная, лучше его вообще не окунать, даже если его в магазине купили. А теперь перейдем к тому, какой из этих iPhone вообще выбрать. Хорошо, в смысле перейдем к тому, какой выбрать. Я уже назвал две причины, по-моему, отличные причины, почему не стоит покупать 7-ку, а лучше купить более дешевую iPhone 6S. Хотя по дизайну, вот, смотреть так, они вообще ничем не отличаются, абсолютно одинаковые устройства. Еще одно отличие, это процессор. Да, 7-ка будет получать еще следующее обновление iOS, вероятнее всего. 6S, скорее всего, не получит его, iOS 13 будет для него последней. Но, блин, если вы используете iPhone, чисто как посидеть в Инстаграме, переписываться в ВКонтакте, мессенджеры, YouTube, камера хорошая. 6S и 7 камера не прям вообще, вообще практически не отличается. Реально, по факту 6S вам хватит. И то, что 7-ка получит следующую версию iOS, в этом вообще нет ничего страшного. Как покупать? Почему вообще не в магазине? Потому что это старые устройства, Apple уже их не производит, они не продаются официально, только какие-то остатки в магазинах. И, ну, поскольку остатки, дефицит, они стоят сейчас вообще ни разу не своих денег. И, конечно же, лучше купить либо на AliExpress Refub. Но, я уже в прошлом видеоролике говорил, что я не рекомендую Refub, лучше бы присмотрелся к БУ, потому что вы видите iPhone сразу. И, вероятнее всего, на Refub у вас будет какой-то дешевый китайский экран, а экран это, наверное, 80% взаимодействия с устройством. Если у вас дешевый экран с плохой цветопередачей на iPhone, это ужас. И вообще вся Apple магия пропадает. Поэтому я бы на вашем месте купил БУ-устройство. Как это делать? Я рассказывал в видеоролике про БУ, где я покупал свой 6SBU. Я думаю, что вообще вас никто точно не обманет после этого ролика. Это я вам все рассказал. Как выбирать устройства, как их проверять, как искать объявления и так далее. В общем, с этой парочкой устройств мы разобрались. Идем дальше. iPhone 8 и iPhone 10. Это классные устройства. Их есть смысл покупать, если у вас бюджет позволяет именно эти. Смартфоны купить, не что-то более дорогое. Но, говорю сразу. Официально их покупать реально невыгодно. Просто потому, что iPhone 8 Plus и iPhone 10. Сейчас, если мы откроем Яндекс.Маркет. Мы увидим, они стоят, блин, дороже iPhone XR. А это, ну, прям совсем не позволительно. Об iPhone XR мы поговорим чуть позже. Но, реально, реально, лучше, честно, я считаю, купить эти смартфоны БУ. Либо же присмотреться к Android, если вы хотите купить что-то именно в магазине официальное. Почему? Потому что там можно сэкономить буквально там до 20 тысяч рублей. Ну, блин, ну, iPhone 8 сейчас можно купить от 15 тысяч рублей. Это если за обычную версию. Плюс от 20 тысяч рублей. За эти деньги это бомбезное устройство. Там процессор такой же, как и в iPhone X. Еще получит и эту iOS, и следующую, и еще через одну iOS. Там офигенная камера. С батареей немного решена проблема. И, реально, восьмерка прям топ. Что касаемо десятки, по сравнению с восьмеркой, десятка уже снята с производства. Она была снята на следующий год, когда вышли iPhone XS и XS Max. И, что я могу сказать? Из-за того, что, опять же, дефицит не продаются официально в магазинах. Остались остатки. Поэтому она не стоит дороже, чем XR. А по факту iPhone X на год старее. И там процессор хуже. И все хуже, чем у XR. Ну, чем у XR. Только дисплей чуть лучше. Но это не важно. Давайте не будем углублять все во что лучше. OLED или LCD. В принципе, не так это много картину меняет. Что я сказал? Не так это много картину меняет. Короче говоря, iPhone 8, iPhone X. Покупайте БУ. Прямо получите кайф от этих устройств. В магазине очень задумался бы. И, наверное, я посмотрел в сторону конкурентов. Поэтому думайте сами. И особенно, если вы видите, что они стоят дороже, чем XR. Видите XR, о котором мы поговорим дальше. А, и, кстати, не сказал про цену десятки. Десятку БУ на Авито сейчас можно купить где-то от 35 тысяч. Офигенный ценник для такого устройства. Дизайн, как и в современных айфонах сейчас. То есть, если вы спереди посмотрите на десятку, он выглядит так же, как 11. И, по-моему, за 35 тысяч прям топ. Мы идем еще выше. iPhone XR. И сравним его, пожалуй, с iPhone 11. И, блин, я не буду вас как-то мучить. Сразу говорю, iPhone XR. iPhone 11 смысла нет покупать вообще. Единственное отличие это вторая камера. Но, естественно, и процессор. Но, вторая камера и, по факту, все, что она добавляет, это ширик. И, по-моему, за те деньги, за 10 тысяч рублей, это того не стоит. По факту, процессор лучше, да. Но, я бы на вашем месте взял бы iPhone XR. Сэкономил бы 10 тысяч рублей. И просто раньше бы обновился на следующее поколение устройств. Просто приберег бы эти 10 тысяч рублей. Не знаю, в доллары бы их перевел. На всякий случай, потому что, все-таки, курс рубля нестабильный. Реально, нет смысла переплачивать. Не стоит это 10 тысяч. Все фичи, которые появились в iPhone 11. Лучше купить iPhone XR. Я думаю, его сейчас будут распродавать. Потому что не должен он кушать продажу iPhone 11. Короче, iPhone XR или iPhone 11? iPhone XR. Реально, намного круче. Смысл предплачивать 10-ку я не вижу. Просто сэкономьте. И потом раньше обновитесь на следующее поколение iPhone. Все, что я говорил до iPhone XR про БУ. С этим устройством и работает. С iPhone XR БУ не работает. Потому что iPhone XR слишком новый. iPhone XR слишком крутой. И распродают его за неадекватные деньги. И вообще, количество, которое распродают и так маленькое. Его еще и продают за большие деньги. Ну, потому что, реально, спрос... Спрос есть. Предложений очень мало, в общем. Потому что, реально, iPhone XR еще крутой. И, блин, продавать его пока нет смысла. Вот его никто не продает. iPhone XS вообще не стоит покупать. Если думаете iPhone XS или iPhone XR, покупайте iPhone XR. iPhone XS сейчас стоит безумно огромных денег. На него не планируется скидка. Потому что он крутой. Но из-за этого, из-за того, что он очень крутой, Apple это понимает. И цены на него не будут скидываться. На БУ пространство его не будет. Потому что его не скидывают те, кого сейчас на руках iPhone XS. И, короче, XS сейчас стоит реально очень дорого. Просто потому что он очень крутой. И я бы, опять же, сэкономил. Как и в случае с iPhone XR и iPhone 11. Я бы сэкономил и купил iPhone XR. iPhone XR золотая середина. Очень сбалансированный. В общем, по-моему, видео подошло к логическому завершению. Про iPhone 11 я сказал вначале. О том, что это реально топ. Если у вас здесь деньги на iPhone 11. Блин, покупайте iPhone 11. Если вы хотели услышать ответ на этот вопрос. Все, iPhone 11, да, стоит своих денег. Потому что он реально топ. Самое сбалансированное устройство на данный момент у iPhone XR. И при любом бюджете, если вы купите iPhone XR, вы не проиграете. Потому что реально топ. За свои деньги стоит выкупать. iPhone 11 задумался бы. Потому что реально за 10 тысяч вы получаете всего лишь ширик. И все. А про устройства, которые стоят дешевле, я рассказал. Рассказал, как их покупать. И какие из них нужно покупать. Семерку. Мы с вами разобрались. Почему она невыгодная. Почему iPhone 6 больше. Блин. Сейчас все рассказал заново. В общем, на этом было все. Подписывайтесь на канал. Особенно, если вам помогло это видео. Пишите ваши вопросы в комментариях. Оценивайте это видео. И не забывайте про колокольчик. Тогда вы будете смотреть видео первыми. Всем пока.